Всем любителям настольных игр привет! Я Грейвулф и вы на канале iPlaySolo. Я продолжаю играть в Xeia Embers of a Forsaken Star. У нас с вами ход Шары Бэй и она на своем израненном корабле. Горькая карма пытается прорваться мимо своего уже пожизненного немезиса Сидона Итана. Итак, мы с прошлого раза должны были, конечно, перезарядить ей все маркеры. Импульс у нас перезаряжен. Здесь мы можем раз-два и зарядить маркеры заново. И давайте сначала, наверное, мы активируем наш... А мы не можем активировать двигатель? Друзья, я долго думал и решил я подыграть здесь Шары Бэй. Это не предвзятость моя к ней. Просто действительно, если бы я играл только за нее, если бы я не отвлекался на других игроков и подумал чуть больше в прошлый раз, конечно бы я не распределил кристаллы таким образом, поскольку я бы понимал, что в следующий раз нам ходить только на 2, в общем, единицы. А Сидон Итана нас просто шарахнет. Он ходит следующим и он нас просто уничтожит. То есть здесь никаких, нет абсолютно шансов против него и с его пирсингом минус 8 выдержать его следующую атаку. Поэтому я, конечно же, должен был даже 2 кристалла минимум с двигателя снять и распределить их как-то иначе. Но давайте так, что хотя бы 1 мы 1 распределим на щит, 1 мы отставим. И сейчас мы активируем наш двигатель. И очень важно нам будет бросить хорошо. И не знаю, насколько это у нас получится, потому что нам нужно бросить D12. Это 8, из которых нам надо вычесть 4. И это получается 4. Раз, два, три, четыре. Нам реально просто, вот если бы мы выбросили сейчас 7, то все, была бы откровенная катастрофа. 4 нам хватает, потому что мы используем импульс 2. И раз, два, мы прилетаем на планету. И еще один момент я забыл сделать. Давайте запомним, что мы прилетели сюда. Но когда мы стояли рядом с Сидоном и Тано, мы попробуем применить умение нашего корабля, вот этот EMP Burst. И попробуем хотя бы у Сидона всю его энергию с его корабля, или как можно больше энергии высосать из его корабля. Для этого нам нужно потратить 2 энергии у самих себя, то есть это раз-два. И мы бросаем D20 и смотрим, что у нас получится. А это всего лишь 5, 5, ничего не происходит. У нас короткое замыкание. Ну ладно. И после этого мы переместились на планету Ненависть. Первым делом мы, конечно же, весь свой корабль ремонтируем на планете Ненависть. И в этот раз нам придется потратить на это 2000 кредитов, потому что у нас корабль второго уровня. Но мы снимаем абсолютно все повреждения с нашего корабля. Фуф, есть. Вторым делом мы продаем все это Холо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, которые насобирал Сидон Этаном на самом деле. Это у нас 6000. Вот 6000 мы получаем. Две, кстати, да, нам надо заплатить за ремонт. И продаем все эти кубы. И так как мы продали больше двух кубов и при этом продали все кубы, которые у нас находятся в корабле, мы получаем очко славы. При этом эти кубы у нас не добавляются на экономическую нашу доску, потому что мы осуществили продажу среди контрабандистов. И, в общем, незаконную продажу мы сделали на незаконной планете ненависть. Соответственно, все эти продукты, которые мы туда продали, пойдут не на благо галактики, а на благо и обогащения индивидуумов. И так, у нас еще очередное очко славы. И Шар-Бэй вырывается таким образом вперед. И у нее умопомрачительное количество денег. И я, друзья, подумываю о том, чтобы приобрести новый корабль на самом деле. Потому что, а почему бы нет? Кстати, смотрите, я вот сейчас посмотрел предыдущие записанные эпизоды, когда у нас было сражение между Сидоном и Шар-Бэй. Я мог положить повреждение одно сюда и оставить две ячейки рабочими. То есть, соответственно, мы предполагаем, что я это и сделал, потому что это было бы логичнее всего. И мы там выбросили 5 на защите, а Сидон Этана выбросил 5 на атаке. При этом у нас здесь было одно повреждение, это означало бы 5 минус 4. То есть, Сидан бы нам нанес дополнительный урон. И вот этот уже урон мы могли бы положить, например, сюда. То есть, у нас бы здесь было 2 урона. Здесь оставалась бы ячейка свободной. И здесь оставалась одна ячейка свободной, которую мы, собственно, использовали. То есть, по-любому мы бы с вами доплыли бы до спасительной гавани. Особенно учитывая, что я забыл совершенно про это место. То есть, это тоже легитимное совершенно место для того, чтобы туда размещать урон. Так что, в принципе, опять же, читинга нет. Я все продолжаю себя убеждать и вас тоже. Но, действительно, я просто пытаюсь наиболее объективно в этом вопросе сыграть. Конечно, мне бы, если честно, хотелось бы подыграть в этой ситуации Сидону и подорвать Шару Бэй. Был бы очень драматический момент. Но это просто неправильно было бы. Это был бы просто поворот в игре из-за простейшей невнимательности и очень глупого косяка. И мне бы этого тоже не хотелось. Поэтому решил сыграть вот так вот. Шара Бэй, друзья, у нас приобрела вот такой вот огромный фрегат. Керриак. Керриак какой-то. И, опять же, я выбирал корабль по истории. Два более-менее так подходили. Но я в конечном итоге остановил выбор вот на этом. Мы в процессе с вами игры наблюдаем за становлением личности. Можно сказать, за становлением новой личности у Шары Бэй. И этот корабль это у нас не просто корабль. Он как портал. Как зеркало. Он позволяет созерцать звездный пейзаж и пронзать сердца других кораблей. А это сила сверх всякой меры. Власть, говорят, развращает. Но вы знаете, как обуздать эту силу и привести себя к цели. Борьба будет жесткой. Скоро, хорошо это или плохо, но все в пустоте будут знать ваше имя. И я думаю, это подходит очень Шарри Бэй с застенчивой, бегущей от себя девушкой. Она превратилась в эдакого хладнокровного дельца. И мне кажется, в данной ситуации корабль этот ей подойдет как нельзя лучше для выполнения ее новой миссии. А именно доказать этому миру, что она не жертва. И что ей не нужна чья-либо помощь для того, чтобы занять в этом мире достойное место. Все апгрейды мы перенесли на корабль. Сейчас мы еще с вами найдем карту умения. У нас уже будет третья карта умения для этого Кариака. И мы, соответственно, прочитаем эту карту. А прямо сейчас мы это сделаем. А что же у нас может Кариак? У него абсорбирующий щит. В качестве действия мы можем потратить 4 энергии для восстановления одного урона. При этом это не используется, не считается как наша способность. И мы можем это делать несколько раз за ход. А когда мы активируем наши щиты, то мы можем бросить до 20. И если 1-4 ничего не произошло, 5-1, то за каждые отраженные 2 урона мы получаем 1 энергию. За каждый 1 урон, если 12-9, 1 энергию. И за каждый урон по 2 энергии. И мы можем таким образом попробовать получить энергию, используя это свойство, до того, как мы потратим энергию для перезарядки наших щитов. Интересно, я думаю, что это как нельзя кстати ей подходит в условиях ее нынешнего бизнеса, в условиях преследующего ее немезиса, понимаешь ли, врага ее жизни Сидона и Тана и власти и так далее, и так далее. В общем, все опасности, которые ее подстерегают на ее нелегком пути, я думаю, что вот этот абсорбирующий щит будет как нельзя кстати. Плюс, я думаю, что мы купим еще одну приблуду, а именно мы купим еще одну модификацию с броней, и это нам обойдется в 1000. Корабль у нас обошелся нам в 8000, считаем с учетом трейды на предыдущего. Поэтому нам нужно заплатить 5, 6, 7, 8 и еще одну за дополнительную броню, которая, я практически уверен, нам не повредит. И здесь, я думаю, ненадолго я отложил награду за голову Шары Бэй. Дело в том, что сейчас мы поменяли корабль и мы сняли с нее эту награду, но как только она покинет Лоуд, нашу планету ненависти, то сразу эта монетка вернется обратно, поэтому я ее уже здесь держу рядышком. Ну и да, сам корабль, который вы уже увидели мельком, но вот вам крупным планом, хотя лучше крупными планами эти корабли не снимать, потому что покрас, как я уже много раз говорил, там отвратительный, но зато смотрите, какой у нас здоровый корабль. Это сейчас у нас самый большой корабль на карте. Он чуть ли не больше, чем станция печь. В принципе, он может быть даже и... Нет, ну по объему он, наверное, не больше, но в длину, как вы видите, явно превышает его длина, длину печи. В любом случае, поехали. Теперь у нас Сидон Итана, и он чешет реп. Он не смог, к сожалению, в прошлый ход потопить, можно сказать, судно Шары Бэй. И в принципе, как мы обсуждали, он последний выстрел делал зря. То есть ему нужно было потратить этот выстрел на использование двигателя, и для того, чтобы вернуться тоже на планету ненависти, и там совершить какие-нибудь действия, связанные с миссией, торговлей и прочее. Ну и Шара Бэй получает у нас очко славы. Девятое очко славы. И там у нас очередной титул в игре появится. И этот титул это Most Wanted. Что-то типа особо опасен или особо разыскиваем... В общем, разыскиваемый преступник с силами правопорядка, я так понимаю, потому что, чтобы получить этот титул, нужно, чтобы награда за нашу голову была 5000 монет. Или больше. Вот этот же титул, который будет, например, интересен Сидону Итана. И я думаю, что сейчас Сидон Итана попробует кое-что сделать. А кое-что это атака с кондреля. Он решил атаковать пиратский корабль. Потому что он очень хочет попробовать получить вот эти 2000 монет. Активируем импульсный двигатель и направляем корабль в сторону ненависти. Раз, два и два и все. Потому что нам нужно находиться в предык, поскольку мы будем использовать наши Saker 5 бластеры. И мы используем сразу два. Почему бы нет? И будем кидать два раза до восьмой. Нам нужны высокие значения. Давай. Это единица. Вот это вообще не повезло. Так, этот не считается. Это семь. У нас получается восемь. А защищается у нас с кондрель Д шестым. Это единица. Хорошо. То есть у нас получается... Единица вообще игнорируется. Потому что мы пирсинг использовали. И у нас получается восемь единиц урона. Это хорошо. Восемь урона, но это недостаточно. Нам нужно десять, чтобы уничтожить. Такой был плохой у нас первый бросок. Если бы мы выбросили, там я не знаю, четыре. Четыре бы нам вместо единицы нам бы, конечно, хватило. У нас есть еще вариант еще раз его долбануть. Но здесь уже будет без какого-либо пирсинга. То есть здесь нужно, чтобы он опять выбросил единицу. А мы, чтобы выбросили минимум три в этом случае. Давайте кидать одновременно. Потому что у нас защищается Д шестым с кондрель. Так, и он защитился четыре. А мы по нему долбанули пять. То есть мы добавили еще ему один урон. Но, к сожалению, не уничтожили его. Стоп, друзья! Я не могу использовать это место. Да, это же не активационное место. Там же нет вот этого вот желтенького шарика. А это значит, что в прошлый раз мы тоже не имели права бомбить по шаре бэй третьей ракетой. Но она все равно не нанесла существенный урон. Ладно, бог с ним уже. Но сейчас тоже один урон мы снимаем с кондреля. У него по-прежнему остается восемь. Да, я что-то не знаю, как я играю. Сидоном и Таной. Все он делает неправильно у нас. И вы знаете, что разозленный Сидон и Тана решает врезаться в скаундрель и попытаться его добить. Как это происходит? Мы должны использовать наш двигатель, который позволит нам кинуть, опять же, Д-8. А Сидон и Тана... О, а скаундрель негодяй будет защищаться. Давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Бам! Восемь против двух. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Но я на этот вариант рассчитывал. Смотрите, мы наносим ему восемь урона. Он защищается двумя, то есть шесть. Мы его взрываем. Мы его взорвали, полностью мы его уничтожили. Он у нас появится снова потом, но это уже другой вопрос. Сейчас мы получаем его награду, которую объявляли за голову негодяя. Две тысячи монет. При этом дополнительную награду за нашу голову мы не получаем, потому что мы уничтожили не мирный корабль, а мы уничтожили пирата. То есть нам ничего за это не будет. Но! Вот эти восемь, это восемь урона нам неблокируемого. Который мы сами не можем заблокировать на нашем корабле. И нам его нужно сейчас, конечно, грамотно распределить. То есть эти маркеры у нас уходят в дизарм. Это у нас уходит в дизарм. Я боюсь, что мы здесь потеряем холлоу. Мы потеряем холлоу, потому что у нас будет два сюда. У нас будет два здесь. У нас с вами будет два тут. У нас с вами будет один тут и один тут. Вот такая вот ситуация. Зачем мы это сделали? Во-первых, когда мы его убиваем, мы получаем кредиты с этой карты и одно очко славы. Одно очко славы я очень хотел получить. Бам! Второй момент. Потому что я хотел получить две тысячи. И если бы мы выбросили семь, то мы бы тоже его бы уничтожили. И нам бы не пришлось сбрасывать холлоу. То есть мы бы заработали две тысячи. И потом продали бы здесь холлоу. И заработали бы еще одну. То есть три. Ну, окей, мы потеряли одну тысячу. То есть мы в любом случае заработали две вместо одной. Но мы самое главное, что заработали победное очко. Теперь единственное, что нам нужно обязательно долететь до планеты. Или нас мочканет злая шара Бей Полюбаса. Она себе специально ради этого случая. У нее бластера нет, но она врежется по этому случаю в нас. Я практически в этом уверен. То есть сейчас нам нужно попытаться каким-то образом долететь. И это восемь. Да, это отлично. Это восемь минус три, пять. Раз, два, три, четыре, не долетаем. Или четыре, пять. Не долетаем до получения миссии. Но хоть так. Окей, мы оказываемся на планете. А подождите, стойте, стойте, стойте. У нас же есть автор Бионер, я чуть не забыл. Мы тратим одну энергию, кидаем Д-20. Это у нас пятнадцать. А пятнадцать нам дает прибавить пять к броску кубика на двигатель. Вау! Может быть, это можно было, кстати, использовать во время реминга. Во время того, как мы протаранили. Но тогда бы мы не, тогда бы мы себя уничтожили. И мы сможем с вами долететь до поля миссии спокойно. Нам нужно всего лишь с вами пять. И даже мы можем, вы знаете, что сделать? Мы можем взять три миссии. И поскольку брать карты миссии это малое действие. У нас еще хватит с вами очков движения для того, чтобы долететь поближе к вылету. Потому что мы, собственно, заходим отсюда потом улететь. И выполнить какое-нибудь очередное задание на карте. Сейчас, пока мы улетели в эту точку. Покупать мы, наверное, ничего не будем. Но мы, вполне вероятно, сейчас заменим корабль. Сидон Итана купит себе корабль. Можно даже это ничего не ремонтировать. Мы просто заменим полностью корабль. У нас он практически уничтожен. Чего его ремонтировать? Давайте лучше купим новый. Друзья, хотел вам показать проблемку, которая у нас нарисовалась. Я сидел, как обычно, выбирал корабль, который наиболее подходит к истории для Сидона Итана. Он выбрал все, разложил и открыл такую для себя ситуацию, которую я, в принципе, до этого даже не осознавал. У нас есть вот эти три корабля. Причем, смотрите, Cell Sword это был кикстартерный корабль. А Void Warsp это как бы оса пустоты. Или шершень, или что-то такое. Но, скорее всего, оса. Это фактически близнец. То есть, это если мы хотим играть не Cell Sword, а Void Warsp, то нам нужно вот ту миниатюрку использовать как корабль для игрока. Соответственно, мы, может быть, вообще не тронем Cell Sword в этой игре, но все равно я хочу, чтобы он там был. И, соответственно, я не смогу выбрать себе корабль Void Warsp, потому что у меня просто одна только миниатюра. А вот этой миниатюрой Exodus у нас есть карта, у нас есть планшет, но у нас нет этой миниатюры, потому что она, по-моему, была какая-то эксклюзивная для тех, кто кикстартер продержал либо в самом начале, либо в самой первой. Я в этом уже, честно говоря, не разбирался. В общем, у меня, несмотря на то, что я эту игру брал с кикстартера, у меня, вернее, это дополнение, у меня этого корабля нет. Я обыскал вообще все, и потом, когда я начал рыть интернет, я вот обнаружил такую ситуацию. Конечно, можно чем-то его было бы заменить, использовать какой-то прокси, но поскольку я чистоплю, я этого делать не буду, и сейчас снова буду сидеть и выбирать корабль из доступных. Но, в общем, для тех, у кого есть это дополнение игра, если вот вы столкнетесь с такой ситуацией, не удивляйтесь. У вас будет два разных вроде бы корабля с одной единственной миниатюрой, и один корабль с планшетом, но без миниатюр вообще. То есть не думайте, что у вас там бракованная партия или что-то такое. Просто вы, видимо, не были оригинальным бэкером или что-то там такое. В общем, у нас такая ситуация, друзья. Мы выбрали корабль «Ужас Маха», где «Мах» — это число физики, названное по имени, точнее, по фамилии немецкого ученого «Мах». И это все, что я знаю об этом числе. Понятия не имею, что это такое, но звучит круто. «Ужас Маха». И это единственный корабль из оставшихся у меня, который более-менее подходил, мне кажется, амплуа нашего Сидона и Тана. К сожалению, те два других, которые подходили еще больше, мы ими воспользоваться не сможем. И что мы здесь сделали? Мы купили его за 5000, плюс мы на него установили наш старый бластер, но его конфигурация такова, что я не смог установить дополнительный бластер, как у меня получилось сделать с «Эксодусом». В результате, что я здесь сделал? Я поменял двигатель, наш «Хэллм»-энжин, я поменял на «Раптор К-энжин». И этот «Раптор К-энжин» стоит 3000, а «Хэллм»-энжин мы можем продать за половину его стоимости за 1000. В результате у нас с вами получилось 5000 за корабль, 2000 у нас еще было за то, что мы сбили скандрель негодяя, и 1000 за продажу нашего старого двигателя. Ровно 8000. К сожалению, это все, на что я сейчас... Вернее, к сожалению, это все, что я сейчас могу установить, но я думаю, что для начала нам хватит, и мы получим сейчас еще карту способности этого корабля. Обычно капитаны выбирают свои корабли, однако в особых случаях корабль сам выбирает себе капитана. По крайней мере, так вам сказал продавец. Сложно расстаться со своим первым кораблем, но вам сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Этот бродяга – бывший военный патрульный корабль, обычно используемый для разведывательных миссий. Он идеально подходит для такого наемника, как вы. И способность этого корабля – это какая-то sentry-пушка. Мы можем с помощью этой пушки атаковать автоматически находящиеся рядом с нами корабли. Вау! Так, мы можем выполнить атаку, когда ходит другой игрок, или даже NPC. И мы можем использовать эту атаку только тогда, когда это не наш ход как раз. Итак, корабль должен находиться от нас в трех полях, и он должен быть в зоне видимости. Мы можем потратить две энергии, бросить D20. Здесь у нас будет на 5.11 D8. округленная, вернее, сокращенная вдвое и округленная вверх. Здесь у нас будет D8 просто на 12.19, а на D20 будет D8, и урон удвоится. Вау! И эта атака незамедлительно прерывает другой ход. И ход этот возобновляется после атаки. Интересно. И мы взяли с вами миссию. Кто-то решил с нами поиграть или нас надуть, сказал полугигант. Мы же не можем этого допустить. Цель игрок... Второй игрок слева от нас. Второй игрок слева от нас это Эло Эсти. И мы должны к нему подойти вплотную и, собственно, атаковать его. Ха-ха! И получить соответствующую награду. А потом доставить еще надо будет эти результаты в Ferenc Call. Окей, то есть нам с вами нужно будет добраться до Эло Эсти, если мы по пути не найдем себе более интересное задание. И за покупку корабля мы получаем очко славы. Бум! Седьмое. Видите, ситуация не такая уж и драматическая для того же Сидона Итана, который сжег свой самый первый корабль в звезде Ксия. И, тем не менее, он по-прежнему дышит в затылок. А сейчас даже он находится посередине между двух игроков. Торговец у нас продолжает лететь на Нео Дамаскус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В следующий ход он долетит, если его не собьют раньше. Эло Эсти, естественно, не подозревает об опасности, которая ему угрожает. Но у него там своих опасностей без Сидона Итана полно. Сейчас он вообще у нас чуть ли не улетел в черную дыру. Но будем надеяться, что он с этим справится. Сначала он попробует скупануть энергию. Для этого нам нужно черпануть ее кубиком. О, это просто единица. Да, единица, ничего не произошло. Нет энергии. Да, это, конечно, он скупанул очень скупо. И теперь нам нужно долететь вот досюда. Если мы будем двигаться по гравитационной этой линии, нам угроза никакая не грозит. Главное нам с нее не сойти, не зайти обратно. Поэтому мы активируем. У нас энергии вообще практически не осталось. Давайте мы сначала активируем наш двигатель. Двигатель это у нас D6. И это четыре. И здесь получается раз, два, три, четыре. У нас еще есть раз, два, три, да? Я думаю, что, наверное, мы потратим импульс, бамс, и прилетим сюда три. И мы сможем с вами сдать миссию. У нас целых три куба. Это spices, spice или специи, или это какой-то местный наркотик. Я так и не понял. Потом у нас с вами hollow, добываемый в небе улах. И amber, новый ресурс. Мы их сдаем и получаем аж 9000 монет и очко славы. Давайте сначала возьмем себе очко славы, а после этого получим 9000. 10 тысяч. Тысячу дадим сдаче. И все, миссия у нас выполнена. Отлично. Молодец, Элоэсти. У него есть деньги для того, чтобы купить себе корабль. Ему главное, конечно, долететь до этого корабля куда-нибудь. Куда-нибудь имеется в виду, как на какую-нибудь планету сесть. Но для начала, раз уж мы находимся на точке миссии, давайте мы возьмем какую-нибудь миссию. Может быть, она нам подскажет, что нам делать дальше такого интересного торгово-исследовательского. А здесь у нас с вами два шаттла и карго товар. Шаттлы мы не можем брать, потому что это не наш профайл. А карго вполне можем взять. И здесь опять нам можно загрузиться очень конкретно, а доставить это надо будет на Calacos. А Calacos у нас открыт. Это реально-реально абсолютно круто. Я думаю, что мы загрузимся по полной программе. Сейчас я немножечко подумаю, но думаю, что три куба мы попробуем снова взять. Да, загрузились мы по полной. И все это нужно для ученых, которым нужны материалы для того, чтобы совершить погружение. Эта группа археологов надеется исследовать забруи потерянной цивилизации на Calacos. Очень логично. И мы попытаемся им довести припасы. Что ж, у нас с вами есть еще две возможные активации двигателя. Это всего лишь три. Я думаю, что нам стоит лететь... А, стойте, стойте, стойте. А как же мы... А, ну в принципе, да, мы можем идти дальше. Раз, два, три. И сошли с гравитационного поля. Выход, скажем так, здесь бесплатный. Три. И последний возможный активации двигателя. О, это шесть. Это уже лучше. Так, и теперь мы отправимся, наверное... Раз, два. Хм. Ну, наверное, три. А что делать? Три сюда, и нужно будет проверить. У нас осталось три хода. Нужно будет проверить, лишимся ли мы энергии. По-моему, нет. Или десяти энергии. Вот я сейчас не понял. По-моему, мы лишились десяти энергии. По-моему, это максимум. Негативный максимум, который вообще можно выбросить. Да, это негативный максимум, но мы можем... А, мы не можем. У нас разряжен последний заряд, и зарядить его нам нечем, чтобы щитом воспользоваться. Ну, значит, мы полностью stranded. У нас ноль энергии, и все это дело у нас будет на нуле. То есть теперь мы будем перемещаться только за счет импульса. Шара Бэй. Мы не забываем, что роль Шары это не только торговец, вернее, да, это не только торговец, но еще и рабочий. Поэтому она решает направить свой новый корабль Керек на планету Калакус, чтобы добыть там новую реликвию. Она думала очень долго, стоит ли ей бабахнуть по этому дурацкому ужасу Маха Поседона и Тана. Но в лучшем случае он может потерять несколько энергий. Где это здесь у нас? Непонятно, где это у нас, по-моему. Вот. Он может потерять две энергии... А, вернее, да, он потеряет две энергии, там, и один урон, или три энергии, два урона, четыре энергии, три урона. Хотя, может быть, это и неплохо. С другой стороны, да, это нам стоит всего лишь две энергии, а у нас энергии полным-полно. У нас крутой корабль. Давайте-ка потратим раз-два. И как долбанем ЕМП Бёрстом по ненавистному нам Сидону и Тана. Итак, мы можем на него нацелиться, если он у нас находится... А, нет, не можем. Он же у нас сейчас на планете. Да, мы же договорились, что на планетах мы не можем никого атаковать. Ладно, тогда хорошо. Тогда мы просто улетаем с вами. Улетаем в сторону Калакуса. Давайте, наверное, поиспользуем двигатель Raptor Engine, либо... Да, я думаю, что мы используем двигатель Raptor Engine. И это у нас шесть. И мы вылетаем. Бум! И здесь вот хотел бы, конечно, Сидон и Тана прикричать «Стой!» и использовать свою Сентри-пушку. Но дело в том, что, да, мы находимся от него в двух полях, а Сентри-пушка бьет на три поля. Но здесь нету зоны видимости, потому что он-то находится еще на планете. То есть, опять же, даже если бы мы играли по правилу, что на планетах можно атаковать, у него здесь нет зоны видимости. Поэтому мы спокойно летим дальше. Два. Три. Всасываем в себя Холо. И грузим, наверное, вот сюда. Три, четыре и пять. Окей. Прилетели мы куда нужно. И теперь мы можем попробовать там с вами найти реликвию на этом Калакусе. Давайте. Пятнадцать, да? Смотрите, у нас удалось, потому что здесь от одиннадцати до двадцати мы находим реликвию. Круто! Бум! И мы ее погружаем на корабль. А куда мы ее погружаем? Сюда мы ее не можем погрузить. Здесь у нас только груз. Значит, по идее, мы можем ее погрузить только сюда. А это значит, что у нас еще одна поместится, если мы захотим. А мы захотим? А мы захотим? Шесть! Нет, это не удача, потому что мы получаем урон шесть Холодом. Но мы, наверное, используем наш Environmental Shield против окружающей среды, который позволит нам на Д6 выбросить шесть. То есть мы этот урон нивелировали. Мы его отразили. Наши щиты отразили урон Холодом. Попытаем удачу еще раз. У нас есть с вами еще один щит, но там не будет максимум. То есть, возможно, у нас будет проблема и нужно будет ретироваться либо на Неодамаскус, либо еще куда-то. Кстати, мы вылетели с планеты, получили за нашу голову объявленную награду, поскольку мы вылетели с планеты негодяев. Давайте попробуем найти еще одну реликвию, вдруг нам повезет. Шестнадцать! И нам повезло. Отлично. Бум! Вторая реликвия. Вот это крутая у нас шара Бэй. Настоящий рабочий на своем кровле мощном. Не только торговец краденым, вернее даже не краденым, она пока краденым не торговала, она торговала оружием. Но она еще и достает реликвии. В принципе, торговец оружием и охотник за сокровищами, реликвиями, мне кажется, что это где-то может быть сочетаться в одном человеке. Ну, уж точно сочетается в нашей шаре Бэй. И теперь ей, наверное, надо рвать когти на Киум. При удачном стечении обстоятельств у нас это даже может получиться. Но нужно удачно бросить. Давайте посмотрим, что у нас здесь. 11 это удача, друзья. Потому что мы летим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Бамс! И мы садимся с вами на Килн. Садимся там, где у нас есть миссия, чтобы заодно и миссию посмотреть. При этом мы сейчас смотрим, куда Килн у нас переместится. Единица, он всего лишь перемещается на одно поле. И мы сейчас можем просифтить на нем наши реликвии, а у нас их целых 2 штуки. И мы это сделаем. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Первое будет. Здесь у нас FP или 3000 монет. Вы знаете, к сожалению, я думаю, что мы здесь возьмем монетами. А к сожалению, потому что у нас там с вами Mob Rule, у нас мафиози, понимаешь ли, активничают на Килне, в печи. И если мы этого не сделаем, мы должны будем взять D12 неблокируемого урона. Лучше мы им заплатим дань. Я бы мог им 2 раза заплатить 2-мя своими монетами. Но у меня тогда ничего не осталось для покупки. А я хочу кое-что прикупить, возможно, поэтому мы заберем эти 2000, а одну когда не заплатим. И просифтим вторую реликвию. Здесь у нас, смотрите, здесь у нас FP или пирсер плюс 2000. О, это, кстати, круто было бы для Сидона и Тана. Но здесь мы четко берем с вами FP и у нас 10-е очко. В средней игре игра бы уже завершилась. 10-е очко славы и при этом мы должны еще одну тысячу заплатить мафиозам. А там у нас с вами новое событие на 10-м месте. И это какое-то гран-при Феско. Игроки должны будут посетить как можно больше уникальных точек для миссии в один ход. И когда гонка закончится, игроки будут награждены. За первое место 2 FP. Это у нас феймпоинт, это очки славы. Второе место 1 очко славы. И третье место 1000. Если у нас все втроем, они поучаствуют. В худшем случае 1000 кто-нибудь из них получит. Нет смысла не участвовать. Так, если ничья, то все игроки получают награду. И нам нужно разместить фишку урона на этой карте после каждого раунда. Гонка заканчивается после второго раунда. Окей. Хорошо. А когда это у нас начинается? Это значит у нас начинается прямо сейчас. То есть получается, что у нас Шарабей уже как бы она получается отставать будет. Потому что у него ход уже завершается. А у двух игроков он еще не начался. Ну, наверное, так оно и должно быть. Вы знаете, я думаю, что это не считается, что она уже на точке миссии. Правильно ведь? Ну, так было бы слишком просто. Но у меня есть вариант, как мы можем все-таки это место засчитать ей. Сейчас пока что мы получим с вами миссию. А может быть и не получим. Мы посмотрим, какие миссии у нас есть. У нас две Assassin. Это убийцы. Мы не можем их использовать. И есть исследовательская миссия. Это для нас вполне подходит, если что. Хотя нужно здесь сначала слетать на Дельту, с врата, которых у нас нет. А потом прилететь на Пелмонт, которого, по-моему, мы тоже еще не открыли. Мне, вы знаете, не нравятся все эти три. Но у нас есть возможность еще раз их посмотреть. И я вам сейчас расскажу, как. Так, мы активируем, активируем. Да, мы могли просифтить. Подождите. Да, все верно. Изучение реликвии – это обычное действие. Коих мы можем совершать сколько угодно много. Поэтому мы с вами активируем наш двигатель. Д-12 бросаем. Здесь у нас целых 12. Кстати, а может быть нам... Друзья, мы сейчас с вами кое-что просто очень рискованное предпримем. Но мне идея эта начинает нравиться. Но это будет супер рискованно. Итак, мы вылетаем скилна. У нас выпало 12. Мы вылетаем скилна. Раз, два, три. Посещаем точку миссии. Это малое действие. Ход она не останавливает. Мы смотрим еще три карты с миссиями. У нас здесь исследование, охотник за головами и убийца. Мы можем и исследовательскую миссию взять, и охоту за головами. Давайте мы возьмем исследовательскую. Пока вот эту вот торговлю оружием мы скинем. Потому что бленча этого мы еще пока не нашли. А здесь у нас... Читать я пока не буду, но здесь есть лунари и аутпост. Они оба на карте найдены. То есть, по идее, мы сможем с вами быстренько туда-сюда слетать. Ну, относительно быстренько. И поскольку мы с вами посетили первую точку миссии, давайте в нашей гонке... Давайте мы разместим вот этот урон холодом, чтобы просто не забыть о том, что оно у нас есть. Это феско-гран-при. Так, это у нас было раз, два, три. Теперь мы летим четыре. И здесь нам надо не получить урон холодом. Это пять. Так, пять урона холодом мы получаем. Нет, к сожалению, я защититься не могу от них, потому что не в бою я перезаряжать не имею права маркеры щита. Поэтому мы размещаем четыре урона. И пятый урон у нас будет размещен, ну, наверное, здесь. Так, это у нас было раз, два, три. Теперь четыре, пять. Пять. И мы еще раз с вами можем совершенно спокойно взять и посмотреть, какие три миссии у нас выдадут здесь. И у нас здесь шаттл, кормс и армс-дилер. Да, это то, что нам нужно, возможно. И да, я себе оставляю вот эту вот очередную возможную сделку с оружием. Кстати, друзья, надо было, наверное, это давно объяснить, но дело в том, что с этими картами миссии есть кое-какая непонятка одна, логический разрыв цепочки. Вот, например, мне сейчас нужно подобрать бластер, да? Но где я это подбираю? Прямо здесь или в каком-то другом месте? Так вот, в соответствии с новыми правилами, вот в этом дополнении, игроки, которые залетают в свой ход на пункты выдачи миссий, они берут карты, столько карт, сколько пунктов миссии они посетят. Например, вот мы сейчас прилетели с вами две точки, мы могли здесь взять три, здесь три, еще шесть. Мы их здесь складируем, складируем. И когда наш ход закончен, и другие игроки начинают играть, именно в тот момент мы хлоп и выбираем себе миссию. Спокойненько сидим, никого не заставляем ждать. В результате, если мы закончили весь ход, мы где-то здесь, потом мы выбрали эту, например, миссию, здесь не написано, где конкретно нам нужно подобрать этот бластер. То есть мы его можем подобрать в том месте, где мы находимся. Именно поэтому я так немножечко своевольно с этими миссиями играю. Я, можно сказать, когда хочу в момент своего хода, в начале, в середине или в конце, я что-то загружаю на корабль. И сейчас у меня есть такое, естественно, желание сделать, соблюсти эти, так скажем, правила, они мне на руку в очередной раз, потому что я смогу сначала отремонтироваться, а потом уже взять то, что мне наиболее подойдет, бластеры. Как это можно объяснить? Можно объяснить тем, что мы получаем задание не обязательно вместе с товаром в одном и том же месте. Мы могли задание получить у агента в каком-то месте, потом улететь, например, и на печи получить бластеры. Я думаю, что с точки зрения ролевой можно как угодно это объяснить. Просто проще всего логически было бы понять, что мы получаем эти предметы, например, там, где мы получаем миссию, но по условиям, по новым условиям правил, так не получается. Поэтому вам придется выдумать для себя историю, почему вы отсюда улетаете и бластер будете грузить, например, на печи. Но в данном случае для нас это, конечно, легко. Здесь мы встретились с агентом, он сказал, лети на печь, там на тебя загрузят бластер. А тем временем мы с вами посетили вторую точку миссии и получаем, бумс, вторую фишку. И это у нас было раз, два, три, четыре, пять. Теперь шесть, семь, восемь, девять, десять, бамс, одиннадцать. И мы садимся на килн, бумс, на место миссии, естественно. У нас потому что с вами было выброшено двенадцать. Мы пролетели полный круг. Давайте посмотрим, куда килн переместится. Он перемещается аж на шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но это не так уж и важно. Мы можем взять еще три карты с миссиями. Почему нет? Но здесь шаттл мы только можем выполнить. Я думаю, что шаттл мы выполнять не будем. Саутпост на Лунаре это не профайл. Несмотря на то, что по профайлу Шары Бэй мы можем делать миссии шаттловские, но это уже не подходит к тому персонажу, которого мы с вами здесь создали. Ей уже там перевозить людишек, по крайней мере, в данный момент неинтересно. У нее есть более интересная сделка по доставке оружия. И это означает, что мы получаем третью фишку за посещение третьей точки миссии. Вы представляете себе? И это мы сделали, уже не имея ни одного маркера на последнем маркере, на последней активации двигателя. Вот это Шара Бэй крутая. Хотя у нее еще оставался, кстати, импульс. Ха-ха! Можно было бы еще куда-нибудь... Я знаете, что подумал? Я подумал, что можно было бы вылететь сейчас, раз, два, вернуться и еще одну фишку получить. Но нет, там в условиях этой гонки, феско-гран-при, четко написано, что нам нужно уникальные точки посещать, а не в одну и ту же летать. Поэтому, ладно, я думаю, за один ход три миссии на последней активационной фишке это неплохо. Я думаю, что теперь мы ход завершим. Поскольку мы находимся на килне, мы восстановим полностью энергию, зарядим все наши маркеры. Более того, мы за... А-а-а! Это нам будет стоить две... А это нам будет стоить три тысячи. Я об этом не подумал. Три тысячи, друзья, нам стоит ремонт, потому что у нас корабль уже не хухры-мухры, а третьего уровня. Ба-а-а! А я планировал эти денежки потратить на парочку интересных модификаций. Не получится. Ну, что делать? Зато... Ну, зато мы отремонтированы. И однозначно пока что лидируем в гонке. Ну, а тем временем у нас с вами появляется новый негодяй. Ну, неужели вы думаете, что негодяев у нас мало? Давайте он появится вот здесь вот у нас. Негодяев у нас полным-полно, особенно на планете ненавистью. Этот негодяй, из-за него уже тоже объявлена награда две тысячи. И он у нас сейчас полетит в сторону Элу Эсти. Раз, два, три, четыре, пять. Вылетел он в сторону Элу Эсти, потому что это единственный у нас сейчас пока невинный игрок. Хотя у нас технически невинный и ужас Маха на Сидон Этану. Но он еще у нас сидит на планете. А вот сейчас как раз будет его ход. А у Сидона Этана коварный, друзья, план. Очень коварный. Мы активируем наш новый двиган. Это всего лишь четыре. Но мы попробуем использовать автор Беннер и бросим еще Д-двадцатый. И здесь у нас одиннадцать. Одиннадцать нам что с вами даст? Добавит пять. Окей, это у нас получается девять. Мы перевернем эту карту. Мы это можем один раз только использовать. Девять. И мы летим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мы встали с вами на точку миссии. Чтобы этот момент не забыть, мы давайте сразу возьмем себе первое очко. Но не повезло маленькому Элло Эсти. Элло Эсти думает, о, подлетает большой корабль. Может быть, сейчас я вам у них попрошу прикурить. Он же у нас полностью дрейфует. Нет, Элло Эсти, конечно, молодой, но он не настолько дурачок. Он когда видит приближающийся к нему Мах, Ужас Маха, он, собственно, все сразу прекрасно понимает. А Ужас Маха у нас говорит. Я объявляю миссию открытой. Ты задолжал, понимаешь ли, моему нанимателю. И тут Элло Эсти вспоминает, что не надо было ему сначала мухлевать, потом жульничать, потом снова мухлевать. И в конечном итоге еще и кидать на бабки этих дурачков-мобстеров в казино, где он там заигрался в Вортексе в 86-м. Все он вспомнил. И, к сожалению, видимо, сейчас у него будут с этим связаны проблемы. То есть нам нужно продекларировать атаку. Мы это, собственно, и делаем. И атакуем. Атакуем всеми своими возможными пирсинговыми бластерами, понимаешь ли. Это мы кидаем D8 два раза. И это единица. А это шесть. И у нас получается семь. Элло Эсти нечем отвечать. У него высосанная энергия вся из корабля. Он не может никак защититься. Кстати, вы знаете, Сидону и Тано повезло, что это только семь. Он, как всегда, был импульсивен. Он не прочитал, что если мы выбросим ноль единицу или уничтожим цель, то миссия провалена. Конечно, нам его не уничтожать надо. Нам его из него надо было выбить бабки. Но в результате корабль бедного Элло Эсти потерпел очень серьезный урон. Целых семь. И я думаю, что у нас седьмая пойдет как раз вот сюда. То есть мы потеряем один, выбросим куб. Потеряем. Но попытаемся сохранить три, которые нам необходимы по миссии. Ох, довести бы их теперь каким-то образом хотя бы. И у нас Сидон и Тано, нанеся семь урона, не получает пока, но он выбивает четыре тысячи. Правда, за него объявляют награду. Дополнительную тысячу. То есть сюда мы с вами кладем четыре тысячи. А сюда мы кладем тысячу. И, кстати, еще вот та тысяча, когда мы вылетели с планеты ненависть, уже две тысячи за нашу голову награда. Что делаем дальше? И вот тут, конечно, пожалел, честно говоря, Сидон и Тано, что не хватило ему денег для того, чтобы купить в свое время торпеду. Потому что он бы сейчас с удовольствием бы потопил бы в этом бесконечном и бескрайном космосе этого, понимаешь ли, нахального юнца. Но он это может сделать только как. Может снова, как он в прошлый раз сделал с негодяем, со скандрелем, влететь в него, на таран взять. Но сейчас мы на таран будем бросать аж Д-12. Да, и скорее всего мы кокнем. Тройку-то мы выбросим на Д-12, скорее всего, однозначно. И мы уничтожим Элло. Но что если мы выбросим 12? Мы себе здесь практически забьем все и оставим только одно место в лучшем случае. Потому что у нас здесь остается как раз... У нас остается здесь, по-моему, 13 полей. Или подождите, что у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да, у нас всего здесь 13 полей. Можно было не считать, здесь это написано. То есть у нас останется одно поле. И, в принципе, на этом одном поле нужно будет каким-то образом куда-то улететь. Например, обратно на планету Ненависть. Но тогда мы не полетим, не сдадим нашу миссию. Можно ее сдать, конечно, потом будет. Но если мы сначала ее полетим, сдадим, то летать вот на таком поврежденном корабле, на самом деле, это большой риск. Если мы его сейчас бабахнем, то мы получим одну очко славы. И мы у него можем забрать его груз. Но и лишить его миссии. Хотя не обязательно, что мы знаем, что у него вообще за миссия. То есть мы можем его лишить миссии. И, ну, угроза ли он для нас? Если бы это была Шара Бэй, я бы сделал это однозначно. Я бы просто однозначно укокошил ее там. И еще бы песни напевал бы, когда бы нес, разгонял бы свой ужас Маха ей в бочину. А вот здесь я, честно говоря, не знаю. Что-то я сомневаюсь, что нам это надо сделать. А пофиг, друзья. Идем на таран. Все. Извини, Элло. Я сидел здесь, долго думал, что бы я сделал бы я вот в этой игре. Если бы... Что бы сделал я? Если бы я играл, а я сейчас играю... В общем, это... Не пытайтесь понять мою клинику внутри моей головы. Но я подумал, что если бы я сидел сейчас с друзьями, я бы играл за Сидона и Тана. Просто потому, что это весело, я бы это сделал. Поэтому мы бросаем Д20. Мы идем на таран. Прости, Элло. И это 6. Мы Элло просто уничтожили. Бедолаге нечем защититься абсолютно. У него нет энергии. Мы уничтожили его корабль, к сожалению. Он выплюнул здесь все из себя эти кубы. И получается, что мы получаем еще одну баунти за нашу голову. Еще одну тысячу. Еще одну тысячу сюда. При этом мы получаем очко славы. Потому что мы подбили и уничтожили корабль. Мы сами получаем 6 единиц урона, которые мы заблокировать никаким образом вообще не можем. 3 сюда разместим. И, наверное, разместим в наш бластер. Мы так давили на гашетку, что перегрели наш бластер. И он практически полностью вообще уже сгорел. Ну, не полностью, но в следующий раз, если мы будем стрелять, мы будем 2 вычитать. В общем, 6 урона мы получили. Всасывать кубы Элло нам некуда. Поэтому мы активируем импульс. Это у нас 3. И раз, два, три. И мы оказались в системе Феррена. И оказались на гравитационном поле, на котором нам нужно бросать двенашку. Сейчас посмотрим, куда нас занесет. А это всего лишь один. Жаль. Было бы... Три было бы прикольно. Один. Все. На этом наш ход заканчивается. Видите, здесь по миссии нам нужно доставить результаты в Ферренс Холл. Но не написано, куда. Но я думаю, что это опечатка, потому что обычно у нас все доставки происходят на точку миссии. Поэтому я думаю, что нам нужно попасть вот сюда. В результате я сейчас сдавать этот квест не буду. Давайте мы оставим все как есть. И в следующий, наверное, ход мы сможем сдать эту миссию и получить очки славы. Но на этом ход заканчивается. В гонке мы проигрываем море удовольствия. Потому что мы взорвали этого молокососа Элла Эсти, понимаешь ли. Ха-ха-ха. Он не получит. Оказывается, вообще он мог еще 9 тысяч получить. Представляете себе? Вот так-то. Теперь он этого не получит. Не видать ему этого. Ну, а Элла... Элла, вы знаете, он такой у нас на позитиве. Потому что он успел, конечно, на своей спасательной капсуле выпрыгнуть из корабля. Прежде чем его протаранил сумасшедший Сидон Этана. И думал он только об одном. Что говорил же ему мама не играть в казино. И уж тем более не водиться с мафией. Сейчас мы посмотрим, где у нас Элла появится. Он у нас появится на точке 11. 11 у нас нет, но у нас есть 10 и есть 12. И по правилу мы должны разместить на точке, которая... Которое значение выше. Поэтому мы размещаем его на точке 12. Мы можем поменять корабль, но делать этого мы не будем. Я этого делать совершенно не хочу. Поэтому мы пока оставим тот же корабль, все тот же корабль, который у нас есть. И он у нас появляется с одним повреждением. Опять же, по условиям, по обновленным условиям уничтожения кораблей. На респавне с одним уроном первого уровня, с двумя второго и тремя третьего. Кстати, когда у нас закончил ходить Сидон Этана, у нас должен был походить раз, два, три. У нас должен был походить торговец. 4-5 он должен на место продажи прийти. Он получает тысячу. И 6-7-8 он полетел обратно в сторону Лунари. Ну, а Элло Эсти у нас на... Он, конечно, не сказал ничего маме про то, что его корабль уничтожили. И чтобы родственники не заметили, потому что он постоянно с ними общается посредством видеосвязи. Они видят, где он находится. Ему пришлось найти и купить точно такой же. Благо, у него денег было полно, потому что он все-таки... Он в нем есть, это жилкоторговца. Но сейчас он активирует свой двигатель и отправляет два всего лишь. Бум! И он в свою любимую Небгилу прилетает. Раз. И посмотрим, сможет ли он с Небгилой в этот раз справиться. Нет, не получается у него это все никак. Три. Но я думаю, мы потеряем три энергии. Раз, два, три. Это, мне кажется, не страшно. Здесь мы всосем себя обратно товар, который мы потеряли, кроме одного. Вот так вот мы это сделаем. И у нас есть еще один ход, два. И мы прилетим на точку миссии и посмотрим, может быть, какую-нибудь интересную миссию мы получим. И ни одна из этих миссий нам вообще не подходит. Это все для всяких негодяев, типа Шары Бэй, Сидона и Тана. Но не для нас. Тем не менее, мы посетили с вами точку миссии. А это означает, что и в гонке у нас появляется хотя бы какое-то место. Активируем снова свой двигатель. А в первый раз я почему-то активировал щит. Надо было активировать, конечно, двигатель. Шесть всего лишь у нас. Конечно, это очень мало. Два это еще меньше. Я думаю, что раз-два. И давайте попробуем еще и в третий раз активировать свой движок. Да ладно! Да вы смеетесь над бедным ЛС. Если прошлый его корабль летал хотя бы быстро, этот какой-то вообще тормозной. Тогда, наверное, раз-два получается. Активируем импульс. Четыре это у нас раз-два. Точка миссии. Посмотрим три карты, какие у нас здесь будут. Вор, шаттл и исследование. Да, вот это можно. Не исследование, а здесь слежка. Вы знаете, все три они не очень хорошие. Но вот эту оставим, по крайней мере, пока. Вряд ли мы ее, конечно, будем выполнять. Потому что здесь нужно задание выполнить на Неввостоке, а доставить его на Лунаре. Где у нас Неввосток и где у нас Лунаре. Кстати, друзья, чтобы вы вообще понимали масштабы всего происходящего. Кстати. Друзья, это просто для прикола. Но я для себя, я принял размеры системы КСИА за размеры солнечной системы. И с учетом, если бы они вокруг располагались, все вот эти сектора располагались бы вокруг вот этого солнца, КСИАевского, то можно было бы, зная диаметры солнечной системы, а, соответственно, диаметр системы КСИА, понять диаметр каждого вот такого сектора и, соответственно, каждого маленького сектора. В результате, с помощью нехитрой математики, я выяснил, что диаметр вот каждого маленького такого сектора это 2,7 миллиарда километров. Что такое 2,7 миллиарда километров? Это, если мы возьмем, например, с вами корабль Сиренити из сериала американского Firefly, Светлячок. У него максимальная скорость была что-то порядка 650 тысяч километров в час. Так вот, чтобы на такой скорости пересечь вот это одно поле, этому Сиренити понадобилось в районе 174 дней аж. То есть понятно, что наши здесь корабли летают по этим секторам не на своей максимальной скорости перемещения просто в пространстве и в космосе. Они, естественно, пользуются там различными варп-двигателями и всякими червячными дырами и прочими, чтобы путешествовать быстро относительно. Но просто, чтобы вы понимали, это у нас тут не 2 километра в поперечнике, а у нас здесь самое маленькое поле. Это, понимаешь ли, 13 миллиардов километров или 174 дня пути на вот простом, скажем так, круизном двигателе космического корабля. Ну, просто чтобы вы осознавали, у нас здесь не детский с вами садик, а все очень по-серьезному. И у нас с вами остается 2 хода еще. Раз и 2, пожалуйста. 26 миллиардов километров. Попробуем зачерпнуть энергию. Может быть, это нам пригодится. Могли бы еще и 20-ку выкинуть. Вообще бы получили очко славы. 8 это у нас восстановление 2 единиц. Раз, два. И мы, наверное, все это дело перезаряжаем. То есть, здесь у нас 3 маркера, которые надо перезарядить. Раз, два, три. Мы их заряжаем обратно. Импульсный двигатель. Все у нас готово. И будем надеяться, что в следующий ход мы долетим до цивилизации. Очень жалко, что сейчас у нас не получилось. Очень плохо мы кидали вот этот вот наш двигательный кубик. Друзья, ну и вот на такой вот практически астрономической ноте давайте мы завершим эту серию. Всем, кто был со мной, большое спасибо. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok